сегодня у меня в гостях автор программу бег ради жизни ася хакирова но сегодня мы будем говорить о теме очень непростой до наркозного мозга по этой программе ася в нашей республике стала координатором что это такое сейчас мы все узнаем ася доброе утро здравствуй спасибо большое что такие всегда у тебя инфоповоды прекрасные спасибо за то что находишь время посетить нас расскажи пожалуйста что это такое и как это будет в действии происходить вам тоже большое спасибо что помогаете освещать это все наша республика вступила в регистр доноров костного мозга который проводится рус фондом совместно с месяц и медицинским центром инвитро любой желающий может прийти сдать кровь на типирование он уже становится потенциальным донором дальше идет развернутый анализ его днк и его вносит в регистр в базу доноров костного мозга российскую вот в национальную если заболевший то есть если есть человек который заболел например лейкозом и например я болею а ты подходишь мне как донор вот ты можешь мне помочь и стать моим донором костного мозга это один из шансов пути к спасению к выздоровлению что подразумевает собой вот эта программа именно в карачао-черкесии скажи пожалуйста как это будет происходить здесь у нас значит у нас проходила в в пятницу акция такая праздничная проходила первая акция сдачи крови теперь вообще в любом центре инвитро по графику по расписанию работы этого центра любой желающий может прийти сдать кровь то есть все довольно легко да вот мы сдаем кровь сразу же попадаем в эту базу да то есть вот асме знаешь какой вопрос интересен то есть я прихожу и когда сдаю кровь я должна обязательно сказали для чего я ее обязательно должен сказать и есть несколько критерий обязательно кто-то должен быть от 18 до 45 лет включительно весом больше 50 килограмм вот и без естественно там берез без какого-то характерного ряда хронических заболеваний то есть вы должны будете пройти небольшой анкетирование буквально который отнимет у вас пять минут вот но я думаю что когда человек хочет занимать допустим хочет стать донором у него не должен стоять вопрос хочет то есть он пойдет ли он пойдет если есть возможность если есть предписание то что тут и здорово обязательно скажи пожалуйста ась какая у нас ситуация в республике есть ли у нас дети люди к сожалению есть да безусловно есть люди которые у нас болеют лейкозом этой дети и подростки люди уже более старшего возраста ситуация в чем непростая что для нас для людей кавказской принадлежности естественно первоочередными донорами могут стать люди которые также проживают с нами здесь на северном кавказе то есть одной национальности почему ситуация настолько плохая часто мы видим что люди едут за границу за огромные деньги чтобы делать пересадку костного мозга потому что сама база в россии у нас очень маленькая то есть она насчитывает сейчас по порядка там 100 тысяч доноров если к примеру за границей там порядка 70 миллионов к примеру почему потому что это не освещено и вот вот этот вот регистр доноров костного мозга основной его целью является конечно популяризация этого мы привлекаем к этому внимание чтобы естественно основной целью наши было вот лечение выздоровление больных детей в первую очередь детей каким образом сейчас ася я прекрасно знаю что у вас работа не заканчивается там на акции бег ради жизни да на программе какой-нибудь вы ведете работу ежедневно каждый изо дня в день из недели в неделю из месяца в месяц вот как сейчас помогаете этим людям которые сейчас мы выходим с инициативой в наш диспансер о том чтобы у нас есть очень маленькое количество детей которые вынуждены принимать проходить лечение в москве и они там проходят просто такую процедуру которая называется химиотерапия то есть они получают там лечение в принципе это можно делать у нас здесь то есть как бы мы условно так это обговаривали со специалистами но пребывание там проходит очень длительно это очень затратно по квартира съемку осталось и это очень большие деньги то есть это было бы конечно много проще делать здесь выгоднее для семьи в плане сохранения денежного бюджета до 7 вот выходим с такой инициативой стараемся как бы мониторить обязательно сайты которые сейчас выставляют очень часто как вы знаете по поводу сбора денежных средств больных детях вот уточняем информацию вот есть случаи когда мы находим конечно сталкиваемся с мошенниками все-таки есть да а сейчас какой скажите пожалуйста вот в если зайти в инстаграм да и если попасть в принципе на сбор то если ты начнешь листать инстаграм то будут одни сборы ну то есть да особенно в больших пабликах да 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 и вот ась вы делали какую-то статистику вот какой процент все-таки есть существует мошенников и как все-таки понимать надо переводить не надо переводить что делать ну спасибо конечно нашим блогерам дано вот местным которые тоже стараются не проверенную информацию не выкладывать в сеть вот и мы тоже как бы они с нами тоже на связи мы стараемся тоже со своей стороны но случаи были такие что люди даже умудрялись как вы знаете было нашумевшее дело о том когда умудрились поделать и документ о том что больной ребенок вот в нашей республике это было то есть там огромную сумму собрали несуществующему больному ребенку вот поэтому вообще в принципе нет ребенок существует просто не существует диагноза который есть и он даже у них утвержден с печатями там с документами об этом заболевании поэтому бдитель нас прежде всего и ну как говорится никуда не денешься если уже вот прям так совсем конкретно мы очень стараемся мы за этим следим привлекаем тоже наши волонтерские ресурсы которые у нас есть в регионе а я бы хотела сейчас чтобы ася сказали вы о тех пабликах на которых мы сто процентов знаем что информация достоверная вот хотя бы в рамках нашей республики вот я всегда до обращаюсь чп кочерк известная группа то есть если я проверила сто процентов информацию за нее несу ответственности прошу ее выложить вот такие сайты как например в инстаграме наши благотворительные фонды это добра горе с территория милосердия там счастливое детство вот вот они сто процент на которые тоже работ с проверенной информацией вплоть до того что они приглашают родители с этими детьми вот выезжают на дом к ним проверять насколько там такая ситуация поэтому в первую очередь надо конечно быть бдительными ну а что касается того что сдавать кровь или нет я еще раз хотела бы сказать и подчеркнуть что если есть возможность если у тебя нет противопоказаний в плане состояния здоровья нужно конечно идти пополнять потому что никто от этого не застрахован вот случае совпадения конечно донорство очень мал один на десять тысяч но в дагестане вот я слышала что есть уже двое людей которые могли бы стать донорами для детей и в россии уже есть случаи того что доноры были именно найдены в россии для детей для детей которые живут у нас тоже здесь на территории российской федерации поэтому как говорится делай добро и получишь тоже добро ась я хотела бы наверное подытожить наш с тобой диалог именно тем чтобы ты обратилась к нашим телезрителям и еще раз третий раз за эти пять минут до рассказала именно этой схеме то есть мы переходим в инвитро и говорим мы хотим сдать кровь на донорство да мы хотим стать донорами костного именно в донорами костного мозга кровь на типирование то есть она проходит в несколько этапов сначала у вас делают забор крови которая отправляется далее в москву вот там разделается развернутая нас анализ вашей днк и вы вас заносят в базу доноров вот если вы подходите как донор дальше вас приглашает уже дальше поэтапно проходите обследование кстати я хотела бы еще сказать о таком немаловажном факторе что очень многие боятся не хотят принимать участие потому что думаю что дальше если вдруг он окажется донором забор стволовых клеток будет происходить не просвет непосредственно проколом в тазовую кость то есть это тоже один из видов забора но еще также можно сдавать его из вины кровь сдается перерабатывается через специальный там медицинский аппарат где отсеиваются вот сами стволовые клетки для донора это вся процедура абсолютно безопасно для здоровья вот он быть очень быстро восстанавливается никаких там потом после этого заболевания быть не может вспышек вот поэтому вот мне кажется это вот самое главное что ты сейчас сказала потому что я общаюсь и с донорами тоже да и вообще в принципе просто с людьми которые не сталкиваются с этим и да и очень многие боятся именно этого что ну потом не отстанут потом часто будут звонить и так далее и тому подобное вот я хотела бы чтобы вот и вот как раз вот это вот все сказала что ничего страшного в этом нет абсолютно ничего страшного да это только благо для человека который издает кровь и благо безусловно для того ребенка или человека который нуждается в этом спасибо ася пусть все получается во всех проектах которые ты начинаешь у нас в республике пусть как можно меньше конечно людей нуждаются в этом но а если уж и нуждаются чтобы вы быстро приходили на помощь спасибо вам самое главное успевали ась чтобы пожелала всем кто нас сегодня смотрит ну я конечно хочу пожелать и желаю всегда всем крепкого здоровья самое важное спасибо спасибо большое ну что дорогие друзья вот на такой нотки мы продолжаем эфир